Уле, 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 Сочи, Сочи. Вот так болельщики сборной Бразилии встречают на стадионе сочинцев. А на открытую тренировку пришло около пяти тысяч человек. Среди них воспитанники четырех футбольных школ. Очень ждал эту тренировку. Нам вчера сообщили, что мы не пойдем, а потом вечером сообщили, что мы пойдем. Я очень был рад. Ну, во-первых, хотелось бы увидеть игроков, которых только до этого видел только по телевизору. Очень интересно. Здесь автограф попросить сфотографироваться, посмотреть вообще на их игру. Те же, кто не получил билеты, буквально прилипли к дорожным защитным экранам. И оттуда страсти искали глазами своего кумира, нападающего Неймара, которого еще называют избранным. Неймар! 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 Не обошлось без инцидентов. В один момент на поле выскочил подросток. Он подбежал к футболисту Филиппе Коутингио и попытался сделать с ним селфи. Но парня быстро проводили обратно на трибуны сотрудники охраны. Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу вызывает повышенный интерес. Ведь она пятикратный чемпион и всегда в числе фаворитов. В соцсетях пишут, бразильцы приехали в Россию исключительно за золотом. Но какая же команда не желает оглушительного успеха? Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу, будет жить в пятизвездочном отеле «Камилия», а тренироваться рядом в пяти минутах ходьбы от отеля на поле центра «Югспорт». К приезду бразильцев его специально подготовили. Натуральный газон площадью 8 тысяч квадратных метров оснащен автоматическим поливом с современной системой дренажа. Заменили почти 1700 зрительских кресел, отремонтировали трибуны, установили новое освещение и пункты пропуска. На берегу Черного моря должны были жить вчерашние соперники, бразильские футболисты в Австрии, но счет 3-0 определил, кто все же футбольные короли. Поддержать своих земляков в Сочи приехали сотни болельщиков. Мне Сочи понравился. Город очень чистый, красивый, очень дружелюбный. У меня здесь уже много друзей. На стадионе среди зрителей можно было наблюдать и олимпийских чемпионов. Один из них – Тимур Сафин, российский фехтовальщик на рапирах. У нас здесь проходит тренировочный сбор перед чемпионатами Европы, и так вышло, что совпало с тренировкой сборной Бразилии. И вот мы здесь находимся, смотрим, как ребята тренируются, готовятся тоже к чемпионату мира. Сборная Бразилии – единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах мира. В рейтинге FIFA она занимает второе место. Бразильские футболисты всегда показывают футбол высочайшего класса. В шутку про ней говорят, что они рождаются футболистами. Футбол у бразильцев в крови. Но наши российские болельщики, посетившие тренировку, не забывают про своих. Ну вообще болею за Россию, конечно. Футбол интересен, но такое мировое событие в городе, поэтому интересно посмотреть. Погода для бразильцев Сочи идеальная, почти как у них на родине. Групповой этап турнира сборной Бразилии на счет матчем с командой Швейцарии 17 июня в Ростове. В Сочи они играть не будут. У нас на стадионе Фиш сыграют сборные Португалии и Испании 15 июня, 18 июня Бельгии и Панамы, 23 июня Германии и Швеции, 26 июня Австралии и Перу. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.